Добрый день, дорогие севастопольцы! Добрый день, Сергей Анатольевич! Здравствуйте! Традиционно в серии передачи, о чем говорят у Бенари, поднимаем те вопросы, которые волнуют наших граждан. И также хочу сказать, что в рамках нашего общественного движения за наш город Герой Севастополь направляются письма различной инстанции, проводится большая работа. И вот сегодня, насколько я понимаю, вы засчитаете ответ правительства города Герой Севастополя на наше обращение по поводу незаконной продажи земельного участка 7 гектар в Золотой Балке. И вот что они нам отвечают там. Все хорошо? Да. То письмо, которое мы писали, зачитывали. Значит, это в СМИ была информация о том, что в Золотой Балке 7 гектаров хотят застроить там жилыми домами. Коттеджи построили там, бассейны, школу, детский садик, в общем, как бы на виноградниках. И что вроде как бы город будет строить там садик и школу, получат за это 5% от квартир, которые там есть. Ну и задавались аж 5% соответствующие вопросы, там сколько это стоит, напишите. Мы написали письмо, что почему 5%, какие затраты понесет город, что город должен сделать за свои средства, почему там продано по смешной цене эти гектары были проданы. За 175 тысяч рублей. Мы, какие 175 тысяч? 250 рублей, по-моему, сотка. Ну, всеобщая сумма, 176 тысяч рублей. В общем, ситуация такая, что просто задали вопросы о том, что, ребята, объясните, почему это делается, с каким образом это делается, почему земля сельхозназначений как бы отдается ПТЖС там, и все в таком духе. Но вопрос в основном стоял экономический, почему, сколько, что стоит. Что вроде эти 5 квартир проще купить на эти деньги, чем там тратить, для того, чтобы отдать очередникам севастопольским. Ну, тогда прислали письмо, 2,5 страницы за подписью Жуковова. Жуковов – это один из заместителей губернатора города-героя Севастополя. Я не буду зачитывать все письмо, потому что оно муторное письмо, читать его как бы людям, тем более, которые будут слушать. Ну, двух словах. Будет неудобно, да. Здесь приводится, опять на наши вопросы никто ничего не ответил, никакие суммы здесь никто ничего не написал. Написали кадастровые номера участков, якобы которые находятся в частной собственности и все в таком духе. Здесь три таких участка, значит, в этом письме фигурируют. Значит, посмотрели, мы зашли на кадастровую карту, забили этот номер, посмотрели, что это за участки. Значит, первый участок, который делается, он находится вообще в Балаклаве, находится там между двумя улицами. Сейчас уже не помню, как эти улицы называются. Ну, прям в жилой застройке. Два участка, на которых якобы должен быть детский сад. И второй участок, но он так и стоит на кадастровом учете, что он предназначен для строительства дошкольного учреждения. А второй участок, да, тоже в частной собственности, но для сельхознужд. То есть, там мы можем делать там сад, я не знаю, там парк, в общем, как бы что-то делать по сельскому хозяйству, по законодательству. Он тоже находится в частной собственности. И эти участки достаточно маленькие. То есть, это не то, о чем мы задавали вообще вопросы. Второй участок у нас, вернее, третий участок, который у нас фигурирует, вот он большой. Возможно, это он, про который мы задавали вот эти 7 гектар, которые там, виноградник и все такое прочее. И, значит, то, что нам написали, что он там находится в частных руках. И, значит, экспертное заключение тут все работало, все это проверили, тут никаких нарушений нет. И цена на приобретение в собственном земельном участке с кадастровыми номерами по договору рассчитана в порядке, установленными. В общем, все ссылки на законодательство, что вроде все нормально. Когда кто-то там, чего-то там получает, получаются дикие цены, то тут, как бы, ни на какое законодательство никто не ссылается никогда. Так вот, этот участок, который мы зашли, даже зачитай его номер, 910160215. Это кадастровый номер. Этот участок, значит, я зашли на эту карту, посмотрели, оказывается, что этот участок вообще, он находится в муниципальной собственности, никто никому там еще пока не продавал. Хотя, если его продали недавно, они могут там в течение двух месяцев, по-моему, могут на кадастровую карту еще не занести. Но пока он находится в собственности или государственной, или муниципальной, там такое хитрое название, что и его... его использование, оно там не конкретизируется. То есть, оно не находится в собственности. Тут пишут, что продано это в собственности, там и все такое прочее. Поэтому опять пришел ответ не на то письмо, которое мы писали. Вот мы, когда пишем письма, мы задаем конкретные вопросы по конкретному делу, по конкретному человеку, по конкретной организации, по конкретному какому-то плану, или конкретному проекту, или конкретному месту. Мы всегда конкретизируем. Речь идет вот об этом. Причем мы ссылаемся не на собственное мнение. Мы же где-то эту информацию берем. Если эта информация вышла в средствах массовой информации, допустим, или она вышла в газете, или она где-то там муссируется в рекламных каких-то там роликах по городу, что вот об этом говорят представители власти. Мы их и проверяем, мы их и рассказываем про них, и вопросы задаем. Мы же не говорим о том, что ребята, вы совсем обнаглели делать и так, и так, хотя многое такое мы уже и говорим, когда нам вот такие ответы присылают. Мы спрашиваем, но объясните, с чего вдруг взялось? Ведь это же нарушение, вот мы конкретизируем всегда это, нарушение законодательства. Если люди как бы уходят вот от этих вот ответов, значит там что-то нечисто. Но если это все правильно, ну ответьте, как есть, да и все, и кто к вам вопросы будет задавать. Мы же можем ошибаться, правда? Посредства массовой информации могут ошибаться, написать, вот такие-сякие, хотят там застроить виноградники. Ну может же быть это фейком, да? Может быть человек не разбирается в этом и просто так сказал. Это вышло, по-моему, на форпосте. Да, так там еще есть еще одна особенность. Если, например, вблизи вот этих вот, будем так говорить, застройки, коттеджной застройки и домов, если там имеются виноградники, то виноградники, чтобы все знали, наши зрители и прочее, их надо два раза в год опрыскивать. Опрыскивать. Их опрыскивают специальным веществом, фактически, которое, в общем-то, оно для здоровья человека не очень хорошо. Понимаете смысл? Значит, что, не будут опрыскивать? Тогда виноград погибнет. То есть, и второе, виноград, если следы жизнедеятельности человека, например, близко к винограду, виноград может заболеть, потому что люди могут различные какие-то химические вещества, там, что-то выбрасывать, там, и прочее, лить какую-то воду, там, что угодно. То есть, виноградники могут пострадать от этого, если это находится все вблизи, рядом. Вот примерно так. Ну, что я предлагаю? Это уже экология. Но здесь, это когда это произойдет, тогда уже будут вот эти проблемы. Разбираться потом. Конечно. У нас же всегда так, проблема возникла, одна, ее вроде как бы решили как-то хитрым способом. А потом возникает вторая проблема, третья, и начинается вот этим снежником. Сергей Анатольевич, Вам огромное спасибо. Дорогие севастопольцы, Вам тоже огромное спасибо. Тоже наблюдаем за развитием событий в нашем городе, что происходит, как происходит. И, в общем-то, если у Вас есть какие-то темы интересные, просим, сообщайте нам. И мы с удовольствием будем их освещать. Всем большое спасибо. 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 Спасибо.